Девушки отдыхают Металурга момент за Гедулин тащит Да, это начало периода, пожалуй, даже жарче, чем то, что мы видели в старте первого игрового отрезка Да, безусловно, и Майоров при минимальном игровом времени мог дубль оформлять уже в первой смене, во втором периоде у него момент В принципе, может быть, где-то по количеству моментов одну шайбу Лады наиграла А вот здесь на скорости Толчинский И какое спасение сейчас под Япольского Браво, вратарь Лады, бросок в касание Буквально с двух метров его расстреливали, подправление было И как он среагировал, а? Толчинский, Григоренко и Плотников на льду Хоккеисты, которые в разное время выступали за другой армейский клуб Сейчас не очень хорошо, хоккеисты Минского Динамо поменялись, и в самый последний момент успел выскочить на лед Хэмилтон, но сразу же накрыл Морозова Открывается Морозов, передача Морозов не забивает Кореев вновь в порядке А вот тут Морозову никто не накрывал, и снова отмечаем Воробьева, который за счет своих индивидуальных действий Создал этот момент и не пожадничал, сделал передачу на дальние Конечно, Ветезю нужно добавлять в плане реализации, уже три шикарных момента команда из Балашихи упустила Забивая три, и сейчас счет был бы в 3-2 Ну, новосибирцы сейчас действуют абсолютно правильно, и так, как нужно для их достранения результата Ой, какой бэк выдает передачу, и там, по-моему, уже даже операторы зажгли огни И вот эта передача убрал на неудобную, и щиток Хомченко преграждает шайве путь ворота Классная игра Хомского калкибера Ну, очень здорово, да, на перемещении быстро делает Хомченко, очень уверенно Достаточно много надежд возлагается в Сочи, потому что этот парень с опытом играет за океаном, как минимум Плюс легионер Шабанов, передача, и Сергей Иванов, прекрасный сейв, оформляет после попытки завершения Владимира Ткачева Передача прошла шикарно, но Сергей Иванов красавец в этой ситуации, здорово, переместился, им не позволил Дальний пятак, Илларионов играет здорово Сначала шайбу откинул, теперь передача Фирстову, быстрая атака Фирстов Бросок, Галкин отбивает дважды, какой момент у Торпеда, но не забивают Хозяева Вау, вот это шанс, наверное Двойное спасение Галкина Это было очень круто Сколько спасений себе, да, Галкина, пока все равно эта команда поигрывает Ружечка Почувствовал кураж, такой хороший хлесткий бросок, но Кореев справился с этим броском А вот сейчас передача великолепная на Мальцева, Ружечка Каков, да, скоро Спартакси сыграли под воротами, но опять же хочу отметить, Кореева дотянулся он блином до этого броска и сумел отвести угрозу от своих ворот Он теперь справа расположился, Сергеев, Каюмов На березке, на березке, на Шалунова, Максим! Он не забил, он не забил, он не забил! Намертво просто Смит вылавливает, там просто еще сетка колыхнулась, но это крутейшее спасение Джереми Смита Смит красота вообще! Джереми Смит, отправляйся на какую-нибудь строчку десятки лучших спасений Из зоны плотников дальше на Толчинского Опять Толчинский не сумел сразу там придумать что-то хорошее Но вот здесь можно было играть и здесь больно О! Неужели он это сделал? Неужели мы увидели этот чудо-сейв? Там всем своим видом показывал Зак Фукали, что было ему больно, что был какой-то удар Возможно, вот видите, так схватился за голову Фукали И вот бросок поворотом и какое-то феноменальное спасение Зака Фукали Может быть, оно и будет лучшим на этой игровой неделе? Как сыграл вратарь трактора! Это бесподобно! Даже болельщики Челябинской команды не сразу поверили!